Здравствуйте, дорогие соотечественники! Как известно, между делами небесными и делами земными всегда, во все времена, была какая-то таинственная связь. Одни называли ее астрологией, другие называли мифологией, кто как ни называл, но мы всегда эту связь чувствовали и чувствуем на нашей шкуре. То есть, что творится на небесах, всегда отражается на нашей грешной земле. И вот у меня сейчас в руках книга. Значит, это на ней, вот прямо вот на этой обложке мы здесь видим, может быть, это самая дорогостоящая фотография в мире. Она была получена с помощью всех телескопов Земли. В течение нескольких месяцев они обрабатывали это изображение. Ну, а потом полтора года компьютер доработал, и мы получили так называемое изображение черной дыры, тень черной дыры. Почему я вам показываю эту книгу? Я ее вам показываю по очень простой причине. Посмотрите внимательно. На ней не что иное, как отражена модель нашей либеральной демократии. Вот посмотрите. В центре это, собственно, тень черной дыры, а вокруг нее агрессионный диск. Диск горает, вся материя, все превращается, значит, все деструктируется. И в конце концов это все поедается вот этой черной дырой. Так вот, посмотрите внимательно, что это за модель. Вот это наш знаменитый конституционный суд. А вокруг него, в этом вихре протурберанцев, сгорают все либерально-демократические ценности, о которых долго и упорно нам порафинили мозг все эти 9-10 лет. Так вот, меня могут спросить, Виктор Иванович, а что вы нам показываете эту книжку? Так я вам хочу сказать на это следующее. Значит, я как-то вам уже говорил в одной из передач, что я работаю над книгой, которая, она профессионально написана, это научное исследование, там разрешаются многие загадки Вселенной. Она посвящена как раз черным дырам и их роли в возникновении Вселенной. И вот, когда я, наконец, получил в типографии, так сказать, первые контрольные экземпляры, как раз надо же, как раз в эти дни высветился Конституционный суд. Сегодня все чудеса и магия черной дыры блекнут и меркнут рядом с этими чудесами нашего дорогого, неподражаемого, делающего нам славу на все времена и на всех континентов, нашего, как говорил Нишанов Рафик, Конституционного суда. Значит, почему гравитация? Дело в том, что Марк Качук написал, когда вот он взял и сказал, бросил свой, так сказать, мандат депутата и сказал, пошли вы все политики в одно место, хлопнул дверью и ушел. И вот он написал книгу. Вот эта книжка, которая вот у меня в руках, называется «Грядущее прошлое». И вот в этой книге «Грядущее прошлое» Марк попросил меня написать ему послесловие. Я написал это послесловие. Что меня поразило в книге у Марка? Почему я поверил Марку? Потому что, когда человек бросает депутатский мандат и посылает всех куда-то, это значит, что это что-то, которое он послал куда-то, его достало. И вот в этот момент откровения он написал книжку, которую я в послесловии написал «Откровение от Марка». Вот о том, как социальная гравитация разрушает культуру, прогресс, все на свете. Что такое социальная гравитация? Это все инстинкты, которые в нас, инстинкты стяжательства, жадности, властолюбие, хапужничество. Вот эти вот все архаические, древнейшие нас вещи. Как только цивилизация начинает приходить в состояние кризиса, все это рушится. На чем отражается? На, прежде всего, институтах власти. Сидящий рядом со мной человек, пока камеры не показываете его, не даст мне соврать, что еще от Монтиске, Дидро, от многих других мыслителей, идет принцип разделения властей. Все демократии основаны на нем. Это власть законодательная, это власть исполнительная, это власть судебная, в неких государствах есть еще и власть представительная. Это монархи, президенты, которых не очень много прав и так далее. Так вот, когда эти институты власти захватываются в руки архаических группировок и кланов, на манер сицилийской мафии, там, каморы и тому подобное, вот, или семейство, там, Рокфеллеров, Вандербильтов, вот этот захват, это приводит к феномену «captured states», то есть захваченного государства. Это не Ткачук придумал, не я придумал, не наши умники, которые любят много болтать о захваченном государстве и ничего не делают для того, чтобы этого не случилось. Это термин «ребят из Всемирного банка». Это они придумали, банкиры, захваченное государство. То есть там, где кумовья, зятья, семейство, не важно, как они называются, там, Вандербильты, там, еще какими именами, но это феномен. И вот человек, который представляет, и представлял, и будет в нашей памяти благодарной всегда представлять одну из ветвей власти, а именно Конституционный суд, это высшее проявление, на мой взгляд, судебной власти, это выше некуда, да, Конституционный суд, это наш замечательный соотечественник, очень мудрый, очень порядочный и видавший виды человек. Человека, которого вся эта братва просто наглую, значит, удалила с функции внимание председателя Конституционного суда за то, что этот человек, как гражданин, не как председатель, сказал простую, по совести, по человечески вещь. Ребята, что вы творите? О, это политика, и он занимается... Так, не место в наших рядах. А теперь у меня вопрос. А вот эти мальчики, граждане чужого, иностранного государства, всех как один, эти ребятки чем занимаются в последнее время? Как нечистым вмешательством в политические дела. Они, оказывается, могут определять, чё парламент там легитимный, нелегитимный, не вы, ребята, избирали этот парламент, и не вам решать. Поэтому мы пригласили сегодня в студию, даже очень глубоко, уважаемую, очень порядочного, очень мудрого, знающего существо дела человека. И так представляю его. Это никто иной, как Дмитрий Пулбери. Приветствую вас. Я просто рад, господин Дмитрий, что как хотите, можем называть друг друга, так как на Домну Дмитру. Если вы мне позволите, просто Дмитрий, Виктор. Ради Бога. Давно знаем друг друга. Даже проще будет. Конечно. Вот я в своей этой речи, где я связал дела физические, дела лирические, гуманитарные, не погорячился ли я, вот так наглую заявив, что вот эта модель чёрной дыры в центре Конституционный суд, а вокруг сгорают все либерально-демократические ценности. Или вот эта идея социальной гравитации, вот то, что Марк говорил, и вот то, что я, и многие другие, она на самом деле, как всякая метафора, она условно ограничена, но тем не менее, вот можно ли сравнивать вот такие вещи? Ведь речь идёт о коллапсе. Я, во-первых, хочу вас благодарить за комплименты, которые вы высказали нашим телезрителям в мой адрес, хотя этого я не заслуживаю в полной мере как-то, но чтобы опять-таки наши телезрители поняли, что мы сегодня встретились для того, чтобы вы похвалили меня, я что-то в чём-то буду жаловаться. Конечно, это не так. Но то, что вы сравнили вот эти понятия или вот это изображение чёрной дыры с тем, что происходит в нашей стране, нашей любимой Молдове, ну, конечно, можно согласиться. Можно согласиться, потому что вы начали говорить о том, что принцип разделения властей, который закреплён в Конституции, не только нашей Конституции, все Конституции мира, ну, развитых странах имеется в виду, этот принцип закреплён. Так или иначе, где напрямую, как у нас в Конституции записан принцип разделения властей, в других странах, может, где-то там по-другому, но это означает, что вот эти ветви власти, это основной принцип деятельности государства. И эти ветви власти не имеют права вмешиваться одна в деятельности другой. А Конституционный суд, на то он и есть, Конституционный суд, как бы надзирает, образно говоря, на этой ситуации, если, и если только, и если только, одна из ветви власти пытается вторгаться в деятельности другой, Конституционный суд должен сказать, стоп, и своим решением он приостанавливает, как бы, назовём его мягко так, злоупотребление. Поэтому и в полномочия Конституционного суда входит, рассматривает Конституционного в закону парламента, если парламент вторгся в какой-то ветви в области деятельности, другой ветви власти. Поэтому Конституционный суд рассматривает законность или Конституционность постановлений правительства. Ну, а о судебной власти мы и не говорим, потому что очень редко, очень редко эти ветви власти и законодательные инициативы как бы вторгаются в деятельность судебной власти, но бывает. Поэтому и Конституционный суд рассматривает вопросы исключительности правосудия по обращению высшей судебной палаты в Конституционный суд, если считает, что тот или иной закон или решение, скажем, вторгается в деятельности судебной власти. Это все у нас было прописано, и все это у нас работало до 2009 года. 2009 года, когда... То есть вы считаете, 2009 год это рубежный? Это рубежный. Это как раз больше всего, когда начали говорить, что они проповедуют европейские и либеральные ценности. Так вот, я пришел к выводу, не то, что после, а вообще, будучи еще студентом, потом на своей практической деятельности столько времени, я пришел к выводу, что те или то, тот, который больше говорит о демократии, значит, они больше ее нарушают. И как бы ни о каких ценностях не говорили... Он больше всех говорит об узурпации власти, сами ее узурпили. Тот узурпили. А, держи ворог, лечит ворог. Да, 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 по крайней мере, так и в народе говорят. Но, прежде чем мы перейдем к нашим конкретным вопросам, я задался вот на днях одним вопросом. Почему? Почему Конституционный суд так течется о конкретном сроке, истечении после которого президент имеет право согласно Конституционным нормам консультировать фракции и принять решение о росписке или не роспуске парламенту, потому что в Конституции прописано, он вправе. И пусть сейчас любой лингвист... Внимание! Слово вправе предполагает, что ему решать, а не Конституционному суду. Правильно. Поэтому я как-то хочу задаваться вопросом. Любой лингвист, который нас сейчас слушает и смотрит, пусть скажет. Что означает слово вправе? Можно разве путать слово вправе со словом обязан? Это совершенно две разные вещи. Я не лингвист, но по крайней мере считаю себя юристом. Потому что раз прописано вправе, так он... Давайте дадим ему это право, чтобы он решал. Нет. Конституционный суд печется, будет это 9 или 7. Вот какой-то математический расклад они у себя посчитали там. А давайте вспомним, почему я говорю 9, после 9 года, как рубеж, 10-й, 11-й год, когда они годами не могли в парламенте избрать президента. И исполняли обязанности президента вместо двух месяцев, которые прописаны в Конституции, годами. Кто один год, кто два года, кто один год, и так далее. И ничего. И все было нормально. И не было узурпации власти со стороны законного действия, законных действий гостей. И Конституционный суд молчал в тряпочку. Нет, мы не молчали. Что-то я не слышал, что было. Я говорю их, которые пришел. Да, после того. И вот я только, я не пришел, во-первых, на вашу передачу жаловаться. Но это пройденный этап для меня. Тем не менее, это факт. И как только я высказался, что все ветви власти, в том числе и парламент, должен работать в конституционном поле, как у нас принято говорит, посчитали, что я вмешиваюсь в политику, и поэтому случилось то, что случилось. Но вернемся к нашим вопросам. Вернемся к нашим вопросам. Я хочу вспомнить или напомнить нашим телезрителям статью первой Конституции нашей. Кстати, я как-то говорил, и по этому случаю тоже скажу. На тот период, когда наша Конституция была принята в 1994 году и последующие годы, она была одной из передовой в странах Европы. Даже с теми, в тех странах, где демократия выше, где есть стабильность, политическая стабильность с годами, там десятками лет, и то не было так прописано четко в Конституции, как в нашей. она была на тот момент, скажем так, образно прогрессивная. За что Венецианская комиссия, которые дали заключение по проекту, тогда, когда была принята наша Конституция, сказали, что это одна из первых, одна из лучших образцов Конституции в Европе. И что мы из этой Конституции на сегодняшний день сделали? То есть, имея исходный документ высочайшего качества текст Конституции, который сама Венецианская комиссия на тот момент признала одним из лучших, по крайней мере, по тем временам, и вы задаете замечательный риторический вопрос. Ребята, и что мы сделали с этим документом? С этим документом. Так вот, в первой статье нашей Конституции говорится о том, ну, ценности, как права человека и другие, другие, есть и такая ценность, которая признана во всем мире политический плюрализм. Это ценности охраняется законом, охраняется Конституцией. Так давайте этот принцип переведем на сегодняшний день. О каком политическом плюрализме мы можем вести речь, когда, когда законно избранные депутаты после 24 февраля, мы знаем, что в парламенте прошли 4 политические партии, 2 из этих партий объединили и создали коалицию, 61 депутат и сформировали правительство. Остальные 2 партии, остальные, Их же приглашали и даже место для них оставили вице-спикера. Которые не прошли в парламент, вместо того, чтобы принять это как должное, как прописано в Конституции, согласиться с этим, признать свое, сказать, что они находятся в оппозиции, вместо того, они воспротивились и оказывают разного рода противодействие и новоизбранному парламенту, новоизбранному правительству и президенту. И инструментом оказался именно Конституционный суд. Вот что печально. Самое печальное для меня, как работающий когда-то в свое время в Конституционном суде 12 лет, можете представлять, это не 2 года. Это колоссальный опыт. Это 12 лет. И когда со стороны мы смотрим сейчас, что творится в Конституционном суде, это диву даешься. И еще, и еще. возвращаемся к тому, что мы говорили, что президент вправе. Значит, в Конституции прописано, что после того, как истекают всякие рода сроки, а срок 3 месяца по формированию правительства и по принятию, чтобы создать работоспособный парламент 3 месяца и там и там. В данном случае у нас эти два момента как бы совпали. и правительства не было, и не было работоспособный парламент, который должен и обязан принимать законы и другие нормативные акты. То есть, вот это многие из наших телезрителей не понимают, что в данном случае произошел стоп и для имеется ввиду парламентской власти, да, и исполнительное правительство. То есть, настал момент, когда необходимо была вмешательство президента. И Конституционный суд говорит, что он имеет право, если бы этот Конституционный суд говорил так, как вы говорите положено по Конституции. А он вдруг говорит, ты обязан чего-то. Более того, Конституционный суд даже не дал возможности президенту осуществить свои права консионные обязанности президента по распуске парламента там прописано и ничего не надо придумать даже даже эти дыры к черпе там такие дыры и так далее там прописано что президент после течения этих сроков трехмесячного срока а срока мы еще вернемся после консультирует парламентские фракции так прописано конституцию он обязан консультировать вот тут он обязан да тут он обязан консультировать парламентские фракции после чего принимает решение распустить или не распустить он вправе это делать а вот смотрите значит то он обязан да это про консультирует пара это разные это разные консультировать парламентские фракции он обязан а вот распустить он вправе это его решение а вдруг после консультации парламентские фракции там возникли какие-то рациональные идеи и президент решает дайте еще возможность решить этот вопрос так нет мы прицепились извините за грубости и не не как говорят вульгарность этого слова прицепились к этому сроку и давайте кровь с носа распустить парламент и отстраняя президента от от должности как на какой-то период непонятно с какого права с какой стати потому что если мы смотрим конституции и там полномочий конституционного суда там не прописаны такие полномочий конституционный суд имеет право отстранять от должности президента пусть на 5 минут пусть на 10 пусть на больше или на меньше стоп 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 эй подождите если вот обычная человеческая логика говорит если кто-то берет на себя больше чем он имеет право взять это называется буздепутере то есть превышение власти значит конституционный суд поступая таким образом автоматически превысил свои полномочия совершенно верно ну санкции для в данном случае бог будут последовать наверное но я хочу сказать как бы пойти дальше так поступая так важный момент они превысили свои полномочия поступая таким образом конституционный суд ссылается на своих принятых ранних решений но но мы должны понять что конституционный суд является арбитром между ветвями власти но конституционный суд не призван вторгаться в конституционную материю и создать новые конституционные нормы который в своих и своими решениями а потом эти решения не берут как но то есть его дело охранять как снижение модифицировать на своем рассмотрении тут и но не торгаться и выдумывать консионную норму и консионную материю и выдумывать или придумать какие-то там новые сроки или потому что давайте вернуемся к срокам так ну общепринятое есть в гражданском праве специальный раздел гражданском кодексе сроках судебных сроков так называется статья и там прописано с какого момента по какого момента течет срок то есть как измерить как измерить вправе как вправе измеряются сроки и как бы мы не считали мы знаем что есть месяц февраль который имеет 28 до 29 есть месяц который имеет 30 дней есть месяц который имеет 31 день поэтому мы согласно гражданскому праву срок течет с момента и до истечения календарного месяца ага календарного месяца то есть чтобы не было всяких интерпретаций чего и там прописано четко сказано календарный до календарный месяц в нашем случае что это означает в нашем случае это означает следующим значит консионный суд признал консионность выбора 24 февраля 9 марта так логика подсказывает что трехмесячный срок истекает 9 июня это один момент есть потом я хочу немножко порассуждать консионный суд признал законность или консионность выбора 9 марта у а может разве с это уме с это с этой даты исчислять возможность работоспособность парламента когда он только родился как бы когда я только признали вручили мандаты депутатов и так далее потом есть прописано в конституции созыв первого заседания парламента президент своему указанность зван на 21 марта еще один срок появляется появляется еще один срок потом если идти по право по правилам гражданского права значит и еще один срок появляется 21 июня а спрашивается с какого дня парламент получает реальную возможность начать правоприменительный процесс свою деятельность создает то есть что полагается все процедуры в том числе и и утвердить правительство с девятого когда он не имеет еще не созван на первом заседании ли с 21 ну мы от оставим юристы спорят то 20 то 9 то 21 но это не отменяет одного что вы сказали календарные 3 самом начале что это президента не обязанность а право праве разогнать или нет парламент так вот о сроках предположим предположим что суд взял за основу 9 числа 9 марта значит 9 и истекает этот трехмесячный срок парламент где две партии которые прошли в парламент и у 7 числа решили и создали парламентское большинство все отчет пожилого числа отчет пошел до 9 еще у нас есть и два дня если 8 если 9 9 истекает срок 1200 ночью а теперь маленький вопрос значит если даже допустим берем по 9 после 9 конституционный суд имел право напомнить о чем-то президенту но до этого он ничего не мог сказать он до этого не мог сказать он не мог сказать и 9 они могут сказать и 10 папа они могут сказать 11 15 20 он должен сдать от президента идем дальше президент консультирует фракции так значит приходит к выводу что невозможно вот эту ситуацию признать работоспособной он президент обращается в консионный суд он запрос президент он делает запрос консионный суд что в консионный суд констатировал факты невозможности работы парламента поскольку и правительство не не утверждено и парламент не может принимать закон консионный суд на основании обращения логику как должно быть да я говорю логику консионную как должно быть на самом деле консионный суд неважно когда но он принял это обращение президента консионный суд рассматривает устанавливает факты да и то и другое 3 10 после это возвращает президенту своим решением если говорит да есть констатирует факты что парламент не работа и вы имеете право и даже не говорит что к его признаками права консионный суд не говорит что президент имеет право просто горит до установленного то что они не при не утверждено правительство и не работоспособный орган парламента президент на основании этого документа издает указ о распуске парламента если он так посчитал ну на данный момент на данный момент так я же говорю 9 10 неважно но президент должен соблюсти этот порядок который говорю консультирует фракции обратиться с заявлением консионный суд консионный суд свою очередь рассматривать а вы кость он мощный суд и мощный согласиться и сказать президента вы господин президент еще попытаюсь вы поторопились да вы поторопились попытаюсь а вдруг полу а тут наоборот давать а тут наоборот не дожидаясь это 9 числа 7 числа когда была создана создана парламентское большинство консионный суд обратите внимание не успел этот оформить документально юридически это образование этой фракции это это парламентское большинство как и и и утверждение правительства еще было только голословность как видимо там где-то записывали но как таково решение еще не было подписано а суд взяли отменил я спрашиваю ребята вы что отменяли расскажите в том то и дело что для меня странно признательно консионный документ который еще не был не опубликован монитор официал который еще не стал предметом обсуждения я понял как для юристов можно так для народа что было понятней вот как мы оба преподавать в том числе и преподаватели такое наш опыт о чем говорит значит получается что любой юрист первокурсник если ты ему дал задачку вот вот ситуация такая такая ваше решение он бы исправился лучше чем все эти дяди кстати граждане чужих государств и натворили на этот момент и на последствия какие еще один момент как бы закончить мысли сейчас вернется вопрос о последствиях есть кофе закон о консионном суде там прописаны права и обязанности судей и из закон о консионной юрисдикции как должен поступать суд в тех или иных случаях при там прописано как организовывается заседание консионного суда кого приглашают чье мнение они хотят услышать средства долина то есть прописано каждый шаг деятельность консионном суда когда собирается на своих заседаниях должен приглашать консионный суд сторону в процессе это тот же процесс ну чуть особенно да нет они не как обычный гражданский процесс но есть примерно такой же порядок а консионный суд без того чтобы кого-либо приглашать на заседание свои кого-либо извещать в течение пяти минут он принимает решение что тот или иной акт парламента и правительство незаконный спрашиваю я себя как работающий 12 лет консионном суде на каком основании вы это сделали ссылаясь на какие нормы конституции на какие нормы к закона консионном суде на какие нормы закона правила к вынесения этих лишь нормы консионный кодекса консионной юрисдикции на основании какие нормы но это еще не все как говорят до сих пор черная она увеличивается до сих пор на сайте консионного суда по крайней мере на сегодняшний день не было еще аргументированное решение консионного суда почему признал не консионный декрет президента и решение правительства решение парламенте на основании чего есть резолютивная часть признать не консионном подожди но то это мне как юристу ни о чем не говорит признать я так хочу да надо мотивировать и вот пока я не знаю может кто-то в консионном суде читал но я и другие мои коллеги юристы это аргументированное решение мотивировочная часть решение консионного суда мы не читали и не опубликовано что мы их могли читать спрашивается как и вот это зато в монитору официал быстренько последствия появились поэтому поэтому вот это несу разница который натворил консионный суд вместо того чтобы знаете консионный суд это политика юридический орган или можно по-другому юридическо-политический орган можно назвать и перефразировать как угодно суть остается суть остается то но не должен вмешиваться в деятельности института государства деятельности парламента деятельности президента судебных органов и правительства и так далее он не должен вмешиваться он должен быть арбитром и не более того у него есть прописано в конституции еще раз повторяй полномочий какие он имеет и не от себя во время решения тех полномочий конечно что я же пахнет простите нехоро и вот благодаря непродуманных я не хочу сказать по-другому надо действий консионного суда они почему-то поспешили его первые в третьими в четвертом случае и создали вот ту напряженность в обществе которые мы имеем и которая кровью может закончится не дай бог у меня и на их польте как сказал и кровь будет на вас и на детях ваших как бед не дай бог чтобы это случилось но я думаю что хватит разумности у всех и общество и у граждан чтобы не и у тех политических лидеров которые являют во главе политической партии которые прошли в парламенте я думаю что хватит мудрости чтобы не довести ситуации до 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 столкновения между между гражданами а причем тут наш гражданин он простой гражданин ему сказали так он думает что так ему сказали по-другому думаешь по-другому разные мнению людей а если мы юристом еще не поняли как и говорю что не опубликовано еще на мотивирующую часть и решение консерва и уже это их несколько несколько решений и мы каждый по-своему толкуем не имея на основании чего базироваться так спрашивается как обычный гражданин должен разобраться в моем государстве мы живем поэтому поэтому мы правильно вы говорили самого начала что из первоклассного документа конституции республики на тот период мы натворили что что мы натворили с этим документом жалко представить что мы юристы не можем разобраться и дать правильное заключение политическим партиям для того чтобы они в реальности осуществили принцип правового правового государства разделе и и политического плюроризма для того чтобы наши люди могли жить спокойно значит к сожалению просто не к моему невероятному сожалению у нас заканчивается передача но я дмитрий все-таки думаю что мы обязательно еще не раз встретимся и попросим вас вашим колоссальным жизненным опытом юриста государственного деятеля просто отличного как ряд народе мужика вас есть вот это что такое народная крепкая основательная вместе еще будем не раз обсуждать потому что эти темы никуда не уходят и черные дыры сами по себе не рассасывали и не исчезают очень приятно было с вами пообщаться в который раз я скажу честно мне интересно приходи на ваш передачи обсуждать потому что вы такие интересные темы ставите в обсуждении потому что интересно я думаю не только мне но и те которые нас слушать и видят что есть о чем поговорить и в будущем я согласен и более того с удовольствием приду на ваш большое спасибо за эти оценки и особенно за ваше потрясающее умение запутанные сложнейшие юридические казусы объяснять на понятном среднем скажем так гражданину нашему дорогому соотечественнику уровне огромное спасибо вам тоже спасибо за приглашение вот я еще раз и показываю значит вот эту книжку значит где я показал что вот эта модель нашей молдавской либеральной демократии вот по центру мы мы видим значит наш конституционный суд а вокруг него в пламени разрушаются все эти либеральные ценности в том числе и принцип разделения властей на что касается этой книги я вам говорил что я собрался написать и вот написал и она наконец издана эта книга она за называется черные дыры из-за рождения вселенной это на самом деле книга по астрофизики я очень рад что я вот мне через пять дней и семь десятков что я в этой жизни что-то создал что-то сделал такое за что мне не стыдно в том числе и перед вами дорогие соотечественники вечно любящий вас вектор иванович борщевич и и Субтитры создавал DimaTorzok